Теперь общая задолженность не может превышать сам долг более чем в полтора раза. Под ограничение попадают не только начисленные проценты, но и штрафы, пени, а также платежи за дополнительные услуги, оказываемые кредитором-заемщику за отдельную плату. Ограничение касается вновь заключаемых договоров, которые поступают в силу с 1 января текущего года. Дело в том, что на протяжении последних лет ограничение превышения равнялось не более чем в два раза. То есть сумма начисленных процентов не могла превышать сумму основного долга не более чем в два раза. Сейчас это требование ужесточилось и с 1 января текущего года. И этот размер, эта величина составляет теперь уже полутократную величину. Информацию об ограничениях можно найти на первой странице договора перед таблицей с индивидуальными условиями кредита. Сумма самого займа или кредита составляет, например, тысячу рублей. То сумма всех процентов пений, штрафа или прочего не может превышать полутора тысяч. В таком случае общая сумма долга, которую должен выплатить заемщик, составляет не более двух с половиной тысяч рублей. Эксперты отмечают, что до установленного предельного уровня задолженности долг мог расти в значительной степени. И отдельные недобросовестные финансовые организации пользовались этим. В отношении микрофинансовых организаций эти ограничения также распространяются. И они как раз чаще пользуются тем, что устанавливали завышенные ставки по займам, которые выдавались без обеспечения, без поручительств. И в данной ситуации также сумма долга вместе с начисленными процентами не может превышать более чем в полтора раза. Надо отметить, что в стране продолжает действовать введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита и ограничение ежедневной процентной ставки 1% в день. Это особенно актуально для займов до зарплаты. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Алексей Кузнецов, телекомпания «Город».